Ручная работа. Без нее костюм не сделать. Вернее, не собрать. Тем более, что перья, страусины, павлини, петушины часто теряются во время выступлений. Большая часть фрагментов нарядов прилетела из-за океана, из Бразилии, страны, где царит культ карнавала. Впрочем, на репетиции все их костюмы не понадобятся. В Сочи кубинские артисты не первый год. Участие в карнавале для них творческие вызовы. Скорее праздник, чем работа. Праздник, который так подходит Сочи. Конечно, праздник. Зрители, гости карнавала, они заряжают энергией и дают сил пройти такой путь. Я думаю, должен прижиться, потому что здесь солнце, пальмы, море. Сама атмосфера, она дает возможность развивать этот карнавал. Представители Острова Свободы выйдут на Сочинский проспект вместе со всеми участниками шествия 28 мая. У победителей конкурса костюмов появится возможность оставить свое имя в истории сочинского карнавала. Это и детские костюмы, это и костюмы для взрослых, это и костюмы с тематикой Сочи, которые олицетворяют достопримечательности города, может быть, какие-то исторические события. И победители этого конкурса карнавальных костюмов смогут принять участие в театрализованном шествии наряду с профессиональными артистами. Профессионалы поведут за собой и любители. Артисты говорят, вместе с ними по проспекту пройдут, вернее, протанцуют не менее 50 человек. Кубинские мелодии и ритмы все сильнее вплетаются в сочинский колорит. Вот и белоснежный костюм, который готовят специально к карнавалу, навеян уже местным пейзажем, заснеженными вершинами Кавказа. Так что он вполне сможет претендовать на призвание еще в одной номинации – Многолики Сочи.